Команда Билла Хэй носит джинсы. Это не прихоти моды. Они защищают своё здоровье. Много лет назад у меня возникла идея, а почему не придумать специальный костюм из материала, похожего на джинсы, который смог бы защитить человека от змеиного укуса? Было бы неплохо, если бы ваша одежда спасала от укуса. В Калифорнии многие города расположены рядом с парками. Природа и город иногда конфликтуют. Ежегодно змеи кусают 800 человек. Многие люди не защищены от укусов. У змеи очень сильный яд. Они могут прокусить вашу кожу и впрыснуть в кровь опаснейший яд. Так можно умереть. Зараза убивает изнутри. Поэтому Билл и студент Скотт Харберт принялись искать решение проблемы. Мы проведём эксперимент. Простые перчатки. Дадим пять минут змее на то, чтобы она привыкла к обстановке. Затем возьмём перчатку и разозлим её. Змея будет защищаться. Именно это и нужно Скотту. На ощупь как человек. Температура как у человека и запах тоже человеческий. Змея не отличит. Специальное зрение помогает змея видеть тепловое излучение. Кроме глаз, у неё есть тепловые рецепторы. Они оказываются гораздо полезнее. Отличный удар. У нас есть растворённый яд. Посмотрим, что будет, если добавить протеина. Мы смешиваем яд с протеином, чтобы понять, сколько в растворе яда. Я переживаю. Не волнуйся. Посмотрим. Теперь пора испытывать яд на защитной ткани. Отлично, змея ничего не сделает. Пошли. Вот так. Похоже, этот парень хочет меня укусить. Прекрасно. Они сравнивают, и результат поражает. Нам удалось уменьшить количество яда на 60-66%. Нужно понимать, что в вашу ногу попадёт гораздо меньше яда. Мне это нравится. Но опыты Билла Хэя на этом не заканчиваются. Это нелёгкий труд. Целый день проводить среди этих шипящих змей. Потом приходишь домой, и когда видишь душевой шланг, то тебе кажется, что он тоже шипит. Да, это цена ваших исследований, Билл. Но кто-то должен это делать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА